Деньги на фарерах тоже особенные и больше похожи на красочные открытки, чем на национальную валюту. Несмотря на то, что это датская крона, она имеет совершенно уникальный дизайн. Все купюры выполнены в стиле акварели по мокрой бумаге, и сделано это не просто так. Дело в том, что на фарерах дожди идут большую часть года, до 300 дней в году. И дизайн купюры это подчеркивает. Морскую тему продолжают изображения ракушки, краба, рыбы и других обителей океанского побережья. Вот как выглядят банкноты номиналом в 50, 200 и 500 крон. Фарерским кроном ничуть не уступают руфей Республики Мальдивы. Островное государство включает 1300 островов и рифов, расположенных в 800 километрах от побережья Индии. Мальдивские острова считаются одним из самых бедных государств мира, зато деньги у них одни из самых красивых. Дизайн напоминает акварельные картины, наподобие кроны Фарерских островов, на мотив на Мальдивах, разумеется, свой, кокосовые пальмы, рыбацкие лодки, местные жители, традиционные предметы быта, флоры и фауны островов. Еще одна яркая валюта – французский Тихоокеанский франк, словно изображение из книги о путешествиях. Валюта используется в заморских владениях Франции, на территории французской Полинезии, массивах крохотных островов, расположенных в центре южной части Тихого океана, а также на острове Уолес и Футуна в южной части Тихого океана и в Новой Каледонии. На всех банкнотах изображены местные жители, путешественники, флоры и фауны островов. Так, например, ну а версия купюры в 500 французских Тихоокеанских франков изображен портрет рыбака и рыбацкая шхуна. На оборотной стороне – местный житель на фоне скалы и морского берега. Разительным образом от банкнот тропических островов с морскими мотивами и местными достопримечательностями отличается гонконгский доллар. Размещенное на его купюре изображение выполнено в стиле хай-тёк. По задумке дизайнеров именно такие причудливые формы отражают ритм жизни современных людей, которые находятся в постоянном движении, а мир вокруг них стремительно развивается. Кроме того, такой футуристический внешний облик банкнот существенно затрудняет работу фальшивомонетчиков. А у нас на очереди Европа. Как оказалось, и здесь можно найти примеры нестандартного подхода к дизайну национальной валюты. Швейцария – одна из немногих европейских стран, которая не захотела переходить на евро, а недавно и вовсе отозвала заявку на вступление в ЕС. Швейцарский франк является одной из самых устойчивых денежных единиц мира. Но не только это выделяет его среди других валют. Банкноты швейцарских франков имеют достаточно оригинальный внешний вид и нестандартное горизонтальное расположение номиналов и рисунков. Ну а версии купюр изображены портретами из новизейтелей искусства. На оборотной стороне – их самые известные работы. Так, к примеру, на банкноту в 100 франков помещен стилизованный портрет швейцарского скульптора Альберта Джакометти и его знаменитая скульптура «Идущий вперед человек». Еще одна европейская страна, использующая собственную валюту – Швеция. В прошлом году банк Швеции начал вводить в обращение банкноты с новыми изображениями, однако и денежные билеты старого образца пока имеют вхождение. Одна из них имеет весьма необычный дизайн. Это купюра номиналом 20 шведских крон с изображением портрета писательницы Сельмы Лагерлёвну аверсии героем ее сказки «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» – Нилься, на реверсе. А теперь отправимся в Восточную Африку, на Каморские острова, небольшое островное государство в Индийском океане. На протяжении 130 лет, вплоть до 1975 года, Каморы были французской колонией. После обретения независимости государство не раз переживало политические перевороты. В противовес бурной политической жизни, на банкнотах Каморских франков, именно эта денежная единица носит статус национальной валюты Каморских островов. Изображены умиротворяющие пейзажи и местные достопримечательности. Но наше внимание привлекли не виды островов, а цветовая гамма, в которой выполнены купюры. Особенно живописно смотрятся банкноты номиналом в тысячи и пяти тысячах франков. Не менее красочно выглядит Самоанская Атала – валюта независимого островного государства Самоа, расположенного в южной части Тихого океана. Ну а версии купюры номиналом пять тал изображены хижины и деревья на берегу, на реверсе – резиденция главы государства. На лицевой стороне банкнота 20 Самоанских тал изображен водопад сапога, на оборотной стороне – зубчатоклювый голубь, обитающий на острове. Интересная особенность, в отличие от большинства государств. Самоа сохраняет дизайн банкнот, каждая новая серия отличается от предыдущей только степенью защиты от подделок. Еще одни яркие представители мировых валют – доллар Фиджи. На купюрах можно увидеть растительные и животные мир островного государства, пейзажа, достопримечательности. В продолжение островной темы, представляем вам купюры Бермудских островов – Бермудские доллары. Практически в той же цветовой гамме выполнены банкноты Папуа, Новой Гвинеи, Кены. На купюре номиналом 2 Кена изображены топор племен, населяющих предгорье вулкана Маунтхаген, нарукавная повязка Кула племен, проживающих на берегу залива Мил, гравированные зубы собак с острова Бугенвиль, глиняный горшок с региона Сепеп. Купюра 5 Кен содержит изображение традиционных денег Папуа, Новой Гвинеи, маска Хумбуль из региона Сепеп, Кена, ожерелья из ракушек, ожерелья из ракушек из провинции Новой Ирландии. На банкноте 10 Кен изображены мискотаны, перья райской птицы, кабаник-клык из центральных районов Новой Гвинеи, Тамбу, деньги из раковины с провинции Восточная Новая Британия. На оборотной стороне купюр – здание парламента Папуа, Новой Гвинеи. Еще одна валюта, привлекшая наше внимание – казахстанский тенге. В 2013 году купюра в пяти тысячах тенге из серии «АЗА» еле была признана международным банкнотным сообществом лучшей банкнотой 2012 года. Дизайн купюры номиналом в пяти тысячах тенге разработан дизайнерами Нацбанка Республики Казахстан. На лицевой стороне изображен монумент «Казак Еле» – символ независимости Казахстана. На оборотной стороне – изображение контура карты страны, вершины монумента независимости и зданий гостиницы «Казахстан» на фоне гор Зайлийского Алатау. Год спустя тенге снова стал победителем номинации «Лучшая банкнота года». Награду получила памятная банкнота номиналом 1000 тенге, посвященная тюркской письменности. В этом году тенге также был отмечен. Банкнота номиналов 10 тысяч тенге возглавила рейтинг красивейших валют мира по мнению британского издания «Телеграф». На лицевой стороне купюры образца 2003 года изображен портрет философа, мыслителя, ученого Альфа-Раби. На оборотной стороне – снежный барс на фоне заснеженных гор. Осийский рубль, на наш взгляд, также по праву заслуживает внимания. В частности, серия 100-рублевых банкнот, посвященных 22 Олимпийским зимним играм и 11 Паралимпийским зимним играм 2014 года в город Сочи сноубордист и памятная банкнота образца 2015 года Крым и Севастополь. Основное изображение лицевой стороны первой купюры, фигура сноубордиста, олимпийские объекты прибрежного кластера в город Сочи. Основное изображение оборотной стороны – Олимпийский стадион Фишт в город Сочи. Окончательный тираж данных банкнот оставил 20,650 миллиона экземпляров. Вторая банкнота, выпуск которой приурочен к присоединению Крыма и Севастополя к России, содержит изображение города-героя Севастополя и визитной карточки Крыма, замка Ласточки на гнездо. Центральное место в композиции на севастопольской стороне занимает памятник затопленным кораблям. На заднем плане фрагмент картины Каевазовского русской эскадры на севастопольском рейде. Тираж бумажных сторублевок, посвященных Крыму, составил 20 миллионов экземпляров. Довольно оригинальным дизайном обладает купюра номиналом в 5 багамрских долларов. На банкноте изображены танцующие артисты на уличном параде Унканавна-Сау. Внизу в центре герб Багамских островов. Ну а версии банкноты изображен портрет сэра Сеселя Уолли Сундфилкда и карта Багамских островов. Еще одна купюра Багамских островов интересна не столько внешним видом, сколько номиналом – полдоллара. Далее в нашем рейтинге обосновались Коста-Ариканские колонны с животными мотивами. А. Замыкает рейтинг красивых валют банкноты УАР, ДР Кунга и Танзании. На современных купюрах Южноафриканской республики изображена большая пятерка животных африканского континента – слон, носорог, буйвол, лев и леопард. Оборотная сторона банкнот украшена изображением природных и промышленных ландшафтов. Тема «Большой пятерки» прослеживается и на некоторых других банкнотах, как, например, на купюрах ДР Конга, конголезских франках. Или на танзанийских шиллингах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова